В столице Советской Социалистической Республики Грузия, в Тбилиси, в самые атеистические 60-е годы, появился юродивый монах. Он ходил то в лохмотьях, то в шляпе, то собирал милостыню, то раздавал деньги бедным и прямо на улицах проповедовал христианство. Во весь голос призывал людей к покаянию. Его звали отец Гавриил, по-грузински «мама Габриэля». Отец Гавриил часто ходил с табличкой на груди «Человек без любви, как кувшин без дна». И носил с собой такой дырявый кувшинчик, смотрел через него на людей, как в бинокль. Верующие видели, отец Гавриил Ургибадзе – человек Божий, и приходили к нему за молитвой и советом. Официально же его признали душевнобольным, выдали справку. Он был у них на учете, и платили ему пенсию, и давали ему лекарства. Я часто ходила за этими лекарствами, потому что их надо было брать. Церковь, там, где покоится святая Шушани, там был театр. И он ходил туда, и он последними словами их ругал. И знаете, как ругал? Он не мог этого вытерпеть. И его гнали оттуда. Ну, сумасшедший пришел, и вот что он творит тут. Он ругался. Как вы можете в церкви устраивать театральные представления? Это же богохульство. Я переживала и говорила ему, что ты делаешь? Ведь тебя могут арестовать. Нет, Эмма, они смотрели на меня, как истуканы. Он проповедовал постоянно Господа. Среди соседей заходил к ним в дом. Некоторые были такие атеисты. Иногда и выгоняли его. А он говорил, что вы делаете? Веруйте. Веруйте в Господа. Он единственный, который был, есть и всегда будет. Городской сумасшедший или великий подвижник. Для всех, кто хоть раз встречался с отцом Гавриилом, ответ был очевидным. Ведь старец видел людей насквозь, знал их прошлое и будущее. И главное, это был кувшин без изъяна. Человек, наполненный любовью. У знаменитого здания парламента в Тбилиси, бывшего Верховного Совета, происходили все судьбоносные для Грузии события. Но самый первый мятеж здесь, на проспекте Руставелли, случился в далеком 1965 году и устроил его отец Гавриил Ургибадзе. Во время первомайской демонстрации. Здесь был вывешен портрет Ленина. И вот отец Гавриил проник, сзади этого портрета он налил на этот портрет керосин и потом спичками спалил. И воспламенился весь этот портрет Ленина. И эти лампочки тоже начали взрываться. И звуки были такие, что сразу и тогдашние эти правители растерялись. Они думали, что какой-то терять происходит здесь. Даже потом сразу вызвали восьмой полк, восьмой полк здесь стоял, как сказать, тогдашний спецназ. Первого мая моя сестра Джульетта приходит к нам в гости и говорит, «Вы не представляете, что творится на проспекте Руставелли. Там кто-то поджег портрет Ленина. Ох, что ты говоришь, сказала я». А виновник, оказывается, наш брат Гавриил. Когда этот восьмой полк тоже подошел к этой демонстрации, и отец говорил, проповедовал про то, что вот слава не Ленину, а Господу нашему, от кого нам дух дается, духом которым мы к вечности приближаемся. И вот во время этого проповеда его арестовали уже, схватили. Всего несколько лет назад Хрущев обещал показать советскому народу последнего попа. И вдруг на окраине империи простой грузинский монах публично уничтожил атеистический идол. Портрет того, кто живее всех живых. Москва требовала расстрела. Он был счастлив, что он показал свое блистрашие. Как в первые века разгромляли капище, он разгромил капище. И вот самый такой день знаменательный для идолопоклонников. Уничтожил идола. На допросе в КГБ отец Гавриил заявил, что нельзя боготворить человека. И что вместо славы Ленину нужно везде писать «Слава Господу Иисусу Христу». У них в правительстве были подземки там. Он там находился некоторое время, вот как он рассказывал. И говорит, вот этот шиварнат и вся его свита. Они, говорит, ночью после 12 часов ночи, чтобы никто не видел и никто не знал. Поднимали, говорит, меня и спрашивали. Слушай, скажи, что за ты человек? Что ты натворил? Почему ты это сделал? Ну, а он старался вот этот огонечек маленький, да, святого духа вложить в их сердца. И, по-моему, немножко даже у них получалось, потому что они решили, что этот человек необыкновенный, нельзя его расстреливать. Давайте определим его в сумасшедший дом. Ну, сумасшедший, а сумасшедшего ничего не спросится. Его отправили в сумасшедший дом, как это удел было многих диссидентов, свободомыслящих людей. И начали там мучить его. Его долго мучили. Но его не смогли сломать. И когда его отпустили, он вышел еще возвышеннее, еще укрепленнее в духовности. И он продолжал вот это свое, так сказать, подвижничество. С диагнозом «психопатическая личность верит в Бога и ангелов» отец Гавриил получил белый билет. Но на этом наказания для него не закончились. В угоду властям церковные иерархи открестились от монаха-диссидента. Долгие годы ему не давали служить и даже не допускали к причастию. Когда он хотел вот зайти в церковь, его за это одеяние монашеское выталкивали его назад. И он мечтал, мечтал он причаститься. Мечтал, понимаете, его не допускали ни до чего. И сколько раз он плакал. Сколько раз горькими слезами я его видела плачущим. Из множества испытаний в его жизни это было самым тяжелым. Он мог обходиться без еды целыми днями и без кровати годами. Но жить без церкви он не мог. Он ходил по всем деревням, где были старые церкви. И он старался эти церкви восстановить своими руками. И он очень много церквей восстановил своими руками и безденежно. Потому что денег у него никогда не было. Никогда не было. Карман у него был совершенно берявый. Еще задолго до того, как принять монашество и новое имя, тбилисский мальчик Гадердзе Ургебадзе полюбил церковную жизнь. Во дворе сядет из маленьких камушек построить церковь. Возьмёт мою куклу туда, поставит в эту церковь и говорит иконочка. В юности он окончательно решил посвятить себя Богу и наотрез отказался жениться. Когда он пошел в армию, у него уже тогда в мыслях только один боженька был. Его родные сестры, старшая Эмма и младшая Джульетта, хорошо помнят, как Гадердзе построил себе маленькую келью во дворе родительского дома и поселился там. А келью у него была, знаете, вот грузинская тахта. Это значит, вот низкий стол, низкий стол, да, и деревянный. Избитый вот вручную. Это он, видимо, сам избил эту тахту себе. Он был аскет, видимо, не менее, чем афонский старт. Потому что, когда моя мама одеяла или подушку заносила к нему в келью, тихо-тихо где-то туда клала, чтобы он укрылся ночью, мы видели, что это одеяла и подушка валялись тут же во дворе, как только он заходил в свою келью. В 26 лет он принял монашеский постриг и стал отцом Гавриилом. Во дворе дома он затеял новое строительство из подручных материалов. И за несколько лет воздвиг настоящий храм. Так что у семьи Оргебадзе теперь есть такая необычная домовая церковь. Если зайти внутрь, стен не видно. Они сплошь покрыты иконами, спасенными из мусора городских свалок. Он ходил по свалкам. Возьмет палку, оденет шляпу страшную, какой-то плащ и идет на свалку. И вот нам говорят, он опять был на свалке. А мы говорим, Гавриил, что ты там на свалках делаешь? У нас же все есть дома, но он оттуда с этих свалок приносил такие дивные иконы. И впереди у него как мастерская была. И вот пойдет на свалку, принесет эти иконы, реставрирует, реставрирует, реставрирует их. И они превращались прямо в чудо божье эти иконы. Это же правда чудо божье, каждая икона. Он целыми днями ходил и искал эти иконы. Соседи тоже приносили. Потом он все чистил своими руками. Я еще мальчишкой часто сбегал с уроков и приходил к отцу Гавриилу. И вот как-то раз захожу и вижу, что у него горят глаза от восторга. Он рассказал, что ранним утром он проснулся, и что-то будто заставило его бежать из дома неизвестно куда. Он бежал, бежал и вдруг оказался на свалке, где как раз в тот момент разгружался мусоровоз. И он увидел, что из кузова машины вместе с мусором падает икона Игорской Богоматери. Он поймал ее в воздухе, и это была та единственная секунда, когда можно было спасти икону. Иначе она потерялась бы навсегда под грудой мусора. Советские власти не раз требовали снести этот самодельный храм. Однажды и один архиерей попросил отца Гавриила убрать хотя бы только башенки. На что монах ответил, хорошо, но только если вы снимете с себя одно лишь свое облачение. Вот видите, здесь у него Николай II. Я говорила ему, спрячьте фотографии, коммунисты увидят, и у тебя будут проблемы с властями. Нет, Эмма, они должны висеть, как иконы. Николай святой, вся семья святая, а большевики их убили. В великолепии рукодельного храма для самого себя отец Гавриил отвел вот этот темный угол. Здесь он ворыл яму и частенько спал прямо в ней, на холодной сырой земле. Нам было очень жалко его. Было больно смотреть, как он себя истязает. В 80-е годы отец Гавриил поселился в женском монастыре Сан-Тавра, что в центре древней Мцхеты. Сестры долго удивлялись его чудачеством, пока не увидели в них особый подвиг старца. Пришел отец Гавриил. Он начал жить там в курятнике. Была такая осень уже поздняя, наверное, ноябрь, что ли. А щели вот такие большие, громадные щели, и весь в помете. Он там начал жить, и мы даже не представляли, ему или холодно, или голоден. Настолько он был каким-то, как будто не от мира сего. Зимой он ходил босиком в снегу, то кричал, то что-то кого-то обличал. От него исходила какая-то энергия любви. Он всех любил. И ни в какие рамки он не вмещался. Он всегда требовал с нас как-то любви и сердца. Он мог поцеловать Иисуса Христа, если он был в телевизоре. Например, фильм был в телевизоре о Иисусе Христе. Он прямо подошел к телевизору и поцеловал. Для монахинь у старца была своя жесткая методика обучения смирению. Он то ругался на сестер, то велел им есть и пить из грязной посуды. Он был очень странный для меня. Странно себя вбел вообще. Часто кричал, ругался, был пьяным. Но даже когда он ругался, его глаза светились с любовью. И поэтому никогда не было страшно. И всегда хотелось быть рядом с ним. Не давал, например, покоя, когда уже было свободное время. И я хотела там посидеть, почитать или даже помолиться. А он вдруг врывался, заставлял там суп делать или за какими-то гостями ухаживать. Сестру Теодору старец брал с собой в Тбилиси попрошайничать. И он начал клянчить деньги, попрошайничать. И когда он начал попрошайничать, он начал эти деньги давать мне в руки. И вдруг я увидела моих знакомых. И вот по лицу я увидела какой-то ужас у них в глазах. И догадалась, насколько это я выгляжу, наверное. Меня и так считали ненормальной, когда я в монастырь пошла. Когда еще клянчить деньги там. А он мог эти деньги потом раздавать бедным. Он никогда при себе денег не держал. А когда мы садились в такси, я думала, вот этот водитель, наверное, не знает, что его ждет. Он шокировал. Мог ничего не дать таксисту, там, не заплатить деньги или заплатить 50 раз больше. Сам отец говорил, появлялся в столице то босиком и в лохмотьях, то с медной диадемой на голове. Он говорил, когда все смеются надо мной, я вижу, какое я ничтожество. Но юродство было лишь одним из подвигов старца. Всю страстную седмицу из его монастырской кельи слышался плач. Так горячо он молился. Рассказывают, что во время молитвы он поднимался в воздухе на 40-50 сантиметров. И от него исходил свет. Отца Гавриила верующие почитали великим подвижником и часто приходили к нему, как к живому святому. Всех гостей старец принимал за накрытым столом. И на трапезе обязательно был профессор, так батюшка называл красное вино. При этом сам отец Гавриил почти совсем ничего не ел. Мог обходиться несколькими крупинками сахара в день. Как-то отцу Гавриилу говорили, что отец Гавриилу тоже что-то покушает. А он говорит, что я другое кушаю здесь. А он питается любовью. И он говорит, что надо питаться любовью. Любовью божественную. А не только продукты. Митрополиту Даниилу довелось сразу после пострижения в монахи попасть на застолье к старцу Гавриилу. Меня когда постригли в монахи, матушки посоветовали мне, чтобы быть в Сан-Тавро, чтобы я, так сказать, несколько дней провел в алтаре. Отец Гавриил приходит и говорит, пойдем выпьем. Они говорят, куда его идете? И он только что... И я не мог не слушаться. Я не пил, но я пошел из алтаря. И я сидел с ним. И я чувствовал, что с ним быть, это значит быть с Богом. И это то же самое, что быть в алтаре. Потому что он был наполнен большой верой. Народ просветит только его духовный пастырь. Нравственный герой. Фильм «Покаяние» Тенгиза Буладзе был снят в 1984 году. Наверное, только в грузинском кино еще до начала перестройки могла прозвучать такая фраза. К чему дорога, если она не приводит к храму? В этом культовом фильме Давид Георга Биани сыграл роль художника, протестующего против разрушения храма. Сам актер в своих духовных поисках не раз оказывался в этой монастырской башне, в келье отца Гавриила. Я приехал из Тбилиси, чтобы встретиться с отцом Гавриилом. Как только он меня увидел, сразу начал плакать. Он плакал, и слезы текли рекой, было даже слышно, как они падают. «Что случилось, батюшка?» – спросил я. «Сынок, ты у меня погибаешь». Он обнял меня и провел в свою келью. Он же читал наши мысли, и в этот момент он увидел мое внутреннее состояние. Я тогда везде хотел добиться справедливости, всем что-то доказывал, спорил, обличал. И он в тот день очень долго со мной беседовал, наставлял меня, учил смирению. Атар Николаишвили уже давно взялся за прославление отца Гавриила в частном порядке. Выпускает сборники воспоминаний о нем, его портреты, больше похожие на иконы. Атар долгие годы был духовным чадом старца. Часто проводил вечера в его келе, и сам бывал свидетелем чуда. Однажды сидим мы с отцом Гавриилом, беседуем. И вдруг он говорит, едем в монастырь в Марткопе, немедленно. Я говорю, батюшка, машина у меня сломана, и в горы она точно не доедет. Но он настоял, и мы поехали. И вот начались крутые подъемы. Чувствую, машина останавливается. А отец Гавриил говорит, сынок, ты только не оглядывайся. С нами на заднем сидении едет сам святой Антоний Марткопский. И вдруг машина на полном ходу полетела вперед. Мне даже приходилось на тормоз нажимать. Хотя мы в гору ехали. Она просто летела. Когда мы въехали в монастырские ворота, машина тут же заглохла. В монастырь в это время пришли мужики из соседней деревни, с оружием, и устроили разборки, угрожая монахам. Старец Гавриил вышел вперед и сказал, стреляйте в меня. Это мигом отрезвило бандитов, и они все упали на колени перед старцем. Отец Ревас сегодня служит духовником женского монастыря. Когда-то он был счастливым семьянином. Его супруга ждала первенца, когда к ним в гости зашел старец Гавриил и пророчески предсказал будущее. Отец Гавриил благословил нас и вдруг начал плакать. Вы знаете, сказал батюшка, через 12 лет вы разойдетесь. Мы были потрясены, и жена тоже заплакала. Отец Гавриил тогда сказал ей, ты родишь девочку, потом у вас будет два сына и еще одна дочка. Потом задумался и говорит, нет, второй дочери уже не будет. Так и сказал. И у нас действительно родились первая девочка, второй мальчик, третий опять мальчик. И когда жена ждала уже четвертого ребенка, я радовался тому, что слова отца Гавриила не сбылись, и мы будем по-прежнему счастливой семьей. Но случился выкидыш, и спустя ровно 12 лет мы развелись. Его пророческая и молитвенная сила была необыкновенной. Старец Гавриил предсказывал и глобальные потрясения, которые ожидали страну в 90-е годы. Проповедовал на митингах, призывал к покаянию и кричал на площадях, что видит Грузию в крови. Вот люди верили ему. Он мог зайти в церковь и там, значит, рыдать, и остановить молитву. Бог остановит там литургию. Он говорит, надо рыдать, все на колени. И все слушались его. Какая-то сила у него была, особенная сила. Однажды я спросила, батюшка, обычно старцы несут какой-то особенный крест. Какой крест вы несете? Он ответил, мой крест – это вся Грузия и половина России. Но каждая его проповедь все же была главной. О том, что в последние времена людей спасет любовь. Представить себе, что мы находимся в лесу зимой, и далеко мы видим огонь. Для того, чтобы согреться, надо приблизиться к огню. Так и любовь. Надо приблизиться к Богу. И когда мы приближаемся к Богу, мы согреваемся и наполняемся любовью. Вот дух в нем был святый. И этот дух, знаете, как чувствовался в его разговоре. Вот сейчас я говорю, и ничего вот вы от меня не чувствуете. Но когда он говорил, это вот живое слово, огненное слово выходило с его уст. И когда я заходила к нему в келью, и он разговаривал со мной, я все время вставала. Потому что я чувствовала, что это святой дух вот здесь. Я не могла сидеть. Понимаете? Последним днем земной жизни старца стало 2 ноября 1995 года. По его завещанию тело завернули в циновку и опустили в могилу. Старец Гавриил обрел покой в монастыре Сан-Тавра, там, где подвязалась святая Нина, просветительница Грузии. За преданность и за веру батюшке Господь даровал и после смерти нести службу. Его могилы и лампады получили божественные свойства. Они излечивают людей от таких болезней, перед которыми медицина бессильна. Вано Целикишвили попал в больницу в 2003 году. Фиброз печени и гепатит С врачи признали неизлечимыми. В европейских клиниках подтвердили приговор. На моих анализах с Германии пришли, с Берлина анализировали, с Англии. Вот один такой был, оставьте его в покое, пускай доживает пару дней. Через неделю уже на морфин перевели, болезни такие, что невозможно больше. Вспоминая самые страшные дни своей жизни, Вано волнуется и переходит на грузинский. Меня выписали домой умирать, и мои родные решили свозить меня на могилу отца Гавриила. От ворот монастыря Самтавра до могилы я шел, наверное, полчаса, еле ноги волочил. Матушка достала пробирку с нетленной кровью старца Гавриила и перекрестила меня ей, приложила ее к разным частям тела. И тут у меня по рукам и ногам побежали мурашки. Я подумал, все, это конец. Но через пять минут я уже без посторонней помощи выходил из монастыря, а через десять дней снова сдал анализы. Врачи просто отказывались верить в такие результаты. Вот я храню до сих пор эти бумажки, вот мои анализы безнадежного больного, и вот абсолютно нормальные цифры. С тех пор они только улучшаются. Отец Гавриил сотворил со мной настоящее чудо, хотя я даже не знал его при жизни. Возможно, история Иванова идет в новый сборник рассказов верующих о подвижнической жизни старца Гавриила и о той помощи, которую он оказывает людям до сих пор. Таких свидетельств и в Грузии, и за ее пределами накопилось уже очень много. И 20 декабря 2012 года Синод Грузинской Православной Церкви причислил архимандрита Гавриила Ургебадзе к лику святых. Так что вся удивительная биография старца со спасением выброшенных икон и строительством храма из хлама, с сожжением портрета Ленина и проповедями на площадях теперь станет неповторимым житием тбилисского юродивого. Субтитры создавал DimaTorzok